Построение перпендикуляра через точку, лежащую напрямую. Провести диаметр. Почему здесь 90 градусов? А потому что вообще есть такая теорема в геометрии. Кстати, кто будет в 7 классе учиться, должны понимать, что вот эту теорему учат в школе долго. Огромная часть 7 класса на это уходит. На самом деле там не так много материала в 7 классе. По параллельности прямых и про вот это. И как ни странно, обычно мало кто знает после окончания 7 класса, хотя это вещь очень-очень важная. Итак, угол, опирающийся на диаметр, пренепременно прямой. Давайте поймем, почему это так. На самом деле одно из объяснений такое. Это же радиусы, значит они все одинаковые длины. Замечательно. Если они одинаковой длины, значит здесь углы равны. Потому что это равнобедренный треугольник. А вы помните все, что у равнобедренного треугольника у прикрасного не равны. Если они равны, значит вот эти углы равны треугольникам равнобедренным. Осталось обозначить α, α, β, β и написать сумму углов всего треугольника. Отлично. Альфа плюс α плюс β и плюс β – 180. Ну, значит, 2α плюс 2β – это 180. Значит, α плюс β – это что? Альфа плюс β – это 90. Вот и все. Вот и все. Господа, таким образом мы научились из точки, расположенной на прямой. Да, единственное, я не ту картинку нарисовал. Все помнят? У меня была точка на прямой. Вот здесь была точка вне прямой. Я должен был провести перпендикулярно. Пусть перпендикулярно прямой. Замечательно. Взял две точки на прямой, провел через нее окружности. Замечательно. Дельтует. Его рисовать не надо. Достаточно найти две точки в печенье и провести прямой. А здесь меня просили вообще-то найти вот эту прямую, ребята. А я что сделал? Конечно, я должен не вот это проводить. Я должен вот это проводить. Понятно? И вот тогда у меня здесь был бы прямой угол. Ну, по той же самой причине, разумеется. Угол, опирающийся на диаметр, всегда прямой. Отлично. Здесь осталось свободное место для того, чтобы сюда нарисовать третью задачу. А именно, как за те же самые три взмаха провести параллельную прямую. Давайте я сначала расскажу, как можно дурацким способом проводить параллельную прямую. Это опустить перпендикуляр три взмаха. И потом здесь поставить перпендикуляр еще три взмаха. Ну, на самом деле, конечно, можно немножко сэкономить. Можно одно построение туда и туда. Но, на самом деле, можно не так. Не надо рисовать перпендикулярно перпендикуляру. Можно обойтись всего лишь тремя построениями. Причем третье, это будет искомая параллельная прямая. Хорошо? Я могу за четыре. Давай. Берем произвольную точку на прямой. Взяли. Точка Б. Ну, Б, Б, это же какая-то начать неважно. Делаем окружность в центре точки Б и точку А. Хорошо. Берем точку пересечения окружности и прямой. Взяли. Теперь по этим двум точкам, а, и этой точке пересечения, можно построить ромб. Ромб? За два взмаха. Ну, ромб это совсем странно. Нет, то есть прям вот хером. То есть ты хочешь поставить ножку циркуля сюда и вот таким радиусом, да? Нет, я хочу там поставить ножку циркуля и с радиусом это точка А провести. Да, и что? И потом то же самое с А сделать. Ну, это будет все-таки не ромб, а параллелограмм. Да, параллелограмм. Это будет параллелограмм. Можно. И это будет действительно четыре взмаха. Ребята, поняли? Он говорит о том, чтобы достроить вот сюда вот. Да? Да. То есть эту длину мы знаем, эту длину мы знаем, то есть получит параллелограмм. Но, Коля, кроме параллелограммы есть другие диаметические фигуры. А трапецию он еще сделает. А трапецию за сколько взмахов ты сделаешь? Трапецию и сильным циркуляром. Конечно, сильно. А сильным тогда вам ту точку пересечения, которая ближняя? Это надо взять. Замеряем вот этот отрезок. Замеряем. Это не построение. И после этого с этим центром проводим окружность такого радиуса. Итак, это было построение номер один. Вот такая произвольная окружность с центром на прямой. Дальше построение номер два. Это вот таким. Три. Это прямая. Все? Сделано? Отлично. Спасибо за внимание. Продолжение следует...